Шалом! В эфире первого еврейского программа «Вопросы на вопрос». Меня зовут Асна Тестрина, и сегодня мы будем говорить о еврейских обычаях. Как они возникают, почему оказываются для нас иногда важнее, чем законы. Мне кажется, что время для такого разговора сейчас самое подходящее. Я рада представить наших сегодняшних гостей. Это Раф и Лазар Несимов, раввин общины горских евреев Байтс-Фаради. Добрый день, Раф и Лазар. И Раф Левишпендик, главный раввин города Орел. Здравствуйте, Раф Леви. Разные обычаи одного народа. Откуда они вообще берутся? Тору получали все вместе, соблюдаем, вроде соблюдали, будем соблюдать все вместе. Откуда берутся, в общем-то, отклонения от общей линии? Наверное, Раф Лазар. На самом деле, если идти назад, у нас наш братец Яков, у него были 12 сыновей. И, видимо, уже обычаи у каждого сына, от которых пошли к колену, уже у них создались какие-то отдельные обычаи. Это мы можем увидеть в книге пророков. Ну, там был такой случай, между ними была какая-то небольшая война. И когда колено Ефраима, они хотели убежать, и другие колено хотели ловить их людей. И там они сказали, что откуда будет изнан этот человек именно, из этого колена или нет. Ну, говорят, у них там, они не умеют, например, произносить букву ШИ. Между это ШИБОЛИТ, они говорят СИБОЛИТ. Видимо, уже у них, можно сказать, что уже даже произношение было другое. И так как люди жили, и Израиль был разделен на разные части, у каждого колена был свой удел. И каждый жил в своем уделе. Наверное, у них тоже какие-то были безобидные обычаи, у каждого было какое-то. Но в протяжении многих лет, уже когда евреи были изгнаны из своей страны, из своей земли, и пришлось им вот как-то какие-то обычаи приобрести. Они как-то, чтобы вот ужиться или какие-то моменты, чтобы правильно, чтобы не нарушать Тору, какие-то все-таки они приобрели обычаи. Или, может быть, какие-то недопонимания были, из-за этого произошли какие-то обычаи тоже. По вашему мнению, Рафлеве? Ну, тут сложно что-то добавить, потому что уважаемый уже все сказал. Единственное, что иногда это происходило из-за вполне таких тривиальных вещей, как, например, вот обычаи ашкеназов не есть китниот, то есть всякие разные бобовые и другие зерновые, кроме уже запрещенных. По одной простой причине, потому что перевозилось вместе, оно перемешивалось и в отличие от других стран. С этим связано предпочтение в пище, ну, например, там, Гефилд и Фиш, она сформировалась в Ашкеназе, но не сформировалась в других местах. Как правило, это было просто так удобнее. А не видели ли проблемы вообще вот в этих отклонениях в том, что, в общем-то, есть же запрет евреям приобретать нееврейские обычаи? Нет ли проблемы в том, что евреи берут вот обычаи других народов и ими пользуются? На самом деле, мы если посмотрим многие обычаи, можно сказать, что 98% они никакого отношения не имеют к народу мира. Эти обычаи образовались чисто ради удобства. Например, у горских евреев в субботу он религиозный, не религиозный, неважно, например, он кушает голубцы. У каждой горской семьи дома делаются голубцы с рисом. А может быть, там не евреи тоже делают голубцы? А какая проблема? Это же не обычаи не евреев. В Торе написано, что в субботу надо получать удовольствие. И нам мудрецы говорят, что удовольствие – это вино и мясо. И какую еду ты из него сделаешь, это уже сам выбираешь. У горских евреев так пошло, что они голубцы делают. У других евреев пошло, что они делают чунт. У каждого по-своему. Как бы здесь с другим народом никакого отношения нет. Да, есть какой-то маленький процент, может быть, один процент, что у неевреев они что-то брали, но оно долго не оставалось. А у шкинадских евреев тоже нет таких обычаев, которые взяты у неевреев и остаются на долго? Я сейчас встаю в шляпе. Это тоже изначально не еврейский головной убор. И фирма, если не ошибаюсь, Барсулина, она тоже никакого отношения к еврейскому не имеет. Мы стоим в пиджаках вполне современных, модных. Но не все евреи, кстати, вас бы поняли с вашей пиджаками. Не все евреи, но даже многоуважаемые наши хасидские братья, которые ходят в меховых этих шапках и в длинном... Далеко не все их аксессуары, скажем так, делаются только евреями, и они нигде не закупают. Где это... Главное понять, где поставить разделительную черту между тем обычаем, который делает проблемы и приводит к ассимиляции или еще к чему-то негативному, а где это просто использование тех средств, которые есть вокруг, поэтому, слава богу, все это время и в любой общине были мудрецы, которые нам точно и четко рассказывали, вот это уже обычай, который, да, приведет к чему-то плохому, а это обычай, которую мы можем оставлять, как, например, голубцы, которые... А где критерии? Вот какие критерии? Как это вообще определяется? И какие мудрецы вот что говорили? Ой, перечислять, наверное, очень много и долго можно, вот, но основная цель этих критериев было сделать так, чтобы еврейский народ сохранить. А именно это основное количество этих обычаев, которые запрещались, это чтобы противостоять ассимиляции. Ведь известно, что именно те страны или именно те регионы, где евреи получали самый радушный прием и сливались с местным населением, именно в этих местах, к сожалению, еврейский народ заканчивал свое существование. Поэтому всегда у нас были мудрецы, которые нам четко говорили, вот это приведет, это не приведет к плачевным последствиям. Рафа Лазарова, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что, в общем-то, в жизни горских общин, жизнь горских общин на Кавказе была, ну, так сказать, вот если, так сказать, на временном протяжении, относительно более спокойной, чем жизнь нашкинадских. То есть сближение между горскими евреями и другими народами было теснее. Торговали, жили рядом, разрешали евреям носить оружие. Вот как поступали горские евреи, как поступали лидеры горских общин, чтобы вот такой ассимиляции не было? На самом деле, у горских евреев были очень тесные контакты с мусульманской общиной. До 1918 года, в общем, мусульманская община была полностью религиозная. Они исповедуют ислам. И еврейская община, она была полностью религиозной. Можно сказать, что вы до 1917-18 года, если были бы в Красной Слободе, вы бы подумали, что вы находитесь в Иерусалиме, в Геуле. Вот такая картина была в Красной Слободе. И у них были очень тесные связи. Они ходили друг к другу, они по праздникам друг к другу праздновали. Мусульмане могли прийти в синагогу, там поздравить общину, евреи ходили к ним. Но у каждого еще люди торговали. Они ездили в другие аулы, в другие деревня. И у каждой семьи была какая-то знакомая семья. Когда он ходил туда торговать или что-то нес продавать, он оставался у этой семьи. То есть ел как-то за столом за общим, получалось, да? Да, наверное, какие-то они моменты соблюдали. Они тоже религиозные, у них тоже есть какие-то моменты. И они относились друг к другу с пониманием. Потому что если религия мне запрещает какое-то действие, у него тоже есть какие-то действия, которые не похожи на это, которые ему тоже запрещено. И они также приходили, когда в Красную Слободу, также евреи принимали этих людей. Это назывался кунак, гость как бы, постоянный гость. Они могли в любое время, они знали, что если я здесь нахожусь, я могу у этого человека оставаться. Он как член семьи. Но, несмотря на все это, евреи не выдавали своих дочерей замуж за них и не брали их дочерей для своих сыновей, не проводили их в свои дома. И при этом никто ни на кого не обижался. Потому что они знают, что религия – это святое. Вот в результате вот этой толерантности они до сих пор, евреи и азербайджанцы, и местная община, они очень дружно, очень дружно живут между друг другом. И еще я скажу вам, вот в 1937 году, когда раввина высылали в Сибирь и закрывали синагоги, и были все-таки религиозные люди в тайне, которые молились и вели уроки. И даже мусульманские общины, они знали, где, как. Иногда, когда получалось, они защищали этих евреев, чтобы они спокойно могли вести свои молитвы, чтобы они могли продолжать вести религиозный образ жизни. То есть, с одной стороны, была поддержка, с другой стороны, не было никакого давления, и можно было спокойно существовать рядом, без безопасности ассимиляции. Да. То есть, никаких специальных религиозных постановлений от раввинов не требовалось? Не требовалось каких-то вводить ограничений, что только так? У нас, честно говоря, это уже было как обычай. Вот программа наша, связанная с обычаями, да? Это уже было не как закон, а было уже как обычай, что вот обычай у нас не выдавать наши девочки не за евреев. Это было такое обычай. Ну да, как известно, обычай иногда, они получаются, у евреев выполняются надежнее, чем законы. Да, я вам скажу, сегодняшний день горско-еврейская община, она традиционная, не религиозная, традиционная община. Но если посмотрим, они соблюдают все праздники, да? А как они соблюдают, если по закону уже традиционный закон не знают? Это как раз такие традиции, здесь обычаи. По обычаям они все это соблюдают. Вот то же самое в Песах, да? В любую горскую семью войдите, там они от ада я все соблюдаю. То, что самый-самый религиозный Хасид соблюдает, любая простая горская семья соблюдает все эти моменты. А закон уже не знаю, как это пошло. Это все передалось по обычаю. Бабушка так делала. На самом деле это законы, сухие законы, у них как обычай это передалось. Вот вы когда приехали в Баку, вы сколько времени работали в Баку? Три года мы проработали. Вот когда вы туда приехали, вот что у вас, когда в общем-то, как помимо, это была ваша первая встреча с горской общиной, что вас соединило? Первая встреча с горской общиной, была первая встреча с мусульманским миром, потому что в Израиле это очень так черно-бело. А тут мы приехали в Баку, значит, нас сначала поселили в гостиницу, мы выходим на балкон, смотрим мечети, усатые мужчины. Ну, всех говорят на каком-то таком непонятном гортанном языке. Вот, было очень страшно, но, ну, вот первое впечатление, но это впечатление очень быстро развеялось. Могу подписаться под каждым словом, которое уважаемый Розин сказал. Вот, действительно, очень теплая страна, очень теплый народ. Вот, я свободно ходил в таком виде по городу, и я не помню ни разу, чтобы был хотя бы один негативный взгляд. Наоборот, очень-очень приветливо, очень замечательно. И если в ашкенадских странах, ну, то есть в Европе, есть стереотип еврея хитрого, ну, вот негативные какие-то моменты, то там я увидел только уважение к евреям. Это заслуга еврейской общины, горско-еврейской общины. А вот как поступить Равину, если вот Рав понимает, что здесь уже там заканчиваются обычаи и начинаются нарушения? Вот, как себя вести, как объяснить человеку, что вот, может быть, так дедушка делала, так бабушка делала, но вот, ну, не надо так делать. На самом деле, уже есть обычаи, она противоречит закону, его надо пересекать на корню. Но нельзя это делать грубо, надо общаться с людьми, объяснить им, что вот найти корень ошибки, откуда оно произошло, где нет понимания, вот именно, откуда это вы, вот скажем, 20 лет назад, 30 лет, бабушка или прабабушка, от кого оно пошло так, потому что то, что делали деды, для людей это свято. Они говорят, что наши деды делали так, они знали, почему делали. Наверное, вы еще столько не прочитали, у нас этих книг нету, поэтому мы пока не знаем, поэтому то, что они делали, мы будем соблюдать. Но на самом деле, наши дедушки, наши прадедушки, они все читали те же самые книги, Тора, она одна, у них те же самые книги были, то, что мы сегодня читаем, они никуда не делись. И просто надо посмотреть, может быть, были у наших прадедов какие-то моменты, когда они не могли вот именно сделать так, одноразово они взяли, сделали по-другому. И это после этого пошло, что люди не поняли их и начали по-другому сделать. Надо найти вот это, объяснить людям и показать им закон, что вот закону противоречит. Не может быть никакая обыча, чтобы она противоречила закон. Если обыча противоречит закону, его надо или исключить, или подогнать под закон. А у ашкенасских общин есть какие-то традиции, которые тоже, в общем, скажем так, не соответствуют? Во-первых, полно. Это нормальная ситуация, особенно, когда идет речь о случае, когда община сохраняет традиции, но, к сожалению, теряет свою связь с Торой, с раввинами, со знающими людьми. Со временем начинаются какие-то сбои. И единственный способ – это, наверное, еврейское образование. То есть еврейское образование – это самый действенный способ. Это, значит, еврейские садики, еврейская школа, еврейские ешивы, учебные заведения, грамотные учителя, лекторы, раввины, которые будут в синагогах и повсеместно обучать людей принципом, по которым сам человек даже иногда придет к выводу, что вот здесь, да, действительно, где-то произошла неточность. Ну, как я понимаю, самое распространенное – это что с Сидором под мышкой в синагогу? Потому что дедушка так ходил. Потому что дедушка ходил, когда был Иров, а сейчас Ирова нет. В том числе, но на самом деле иногда встречаются поразительные, очень интересные, значит, обычаи среди ашкенадских евреев, утерявших на какое-то время связь. Например, в Белоруссии, значит, знаю несколько семей, просто лично знаком, которые хоть и покупали некошерное мясо, потому что мяса другого не было. Но, например, понятно, что свинины не покупали, крупный рогатый сход не покупали, покупали только бройлерных куриц и высаливали их. Ну, и вот это считалось у них кошерным. Потом, встретившись с этим человеком уже во взрослой, ну, с потомком этих людей во взрослой жизни, вот, он утверждал, что у него дома всегда был кашрут. Ну, и понятно, что ты не можешь ничего сказать, действительно, это святой, это бабушки, дедушки. Ты садишься с ним вместе за Шурхана Рух, ты садишься с ним вместе за Талмуд, за Мишну, за любую литературу, и ничего не объясняя, просто ты проучиваешь с ним эти законы. И он сам понимает, где именно закрылась неточность, не умаляя при этом заслуг тех предков, которые действительно донесли хоть какие-то крохи, несмотря на все трудности, с которыми пришлось столкнуться. Сейчас осенние праздники, и люди в это время активно путешествуют, ездят, оказываются на праздниках в разных местах, молятся в разных синагогах. Ну, и, соответственно, сталкиваются с разными традициями, разными обычаями. В общем-то, вот какие существуют правила хорошего тона, как правильно себя вести, вот когда оказался в синагоге с другими обычаями. Написано, я в Ялкуте Йосифе читал, Равис Хаке Йосиф и Равваде Йосиф, каком бы общине ни был ты, ты должен уважать обычаи и той общины. Если ты отдельный простой человек, ты можешь читать свою молитву по-своему, потому что никто не знает, что ты читаешь. Но если тебя как-то знают в этой общине и предложили тебе стать, скажем, хазаном, будешь вести для общины молитвы, то ты должен уже молиться по обычаю той общины, которая там сидит. Надо уважать обычаи друг друга. Вам приходилось как-то сталкиваться с ситуацией? Не просто приходилось, мне приходилось в них жить. В этих ситуациях, ну, будучи в Баку работая, конечно же, там большинство – это горские евреи. И очень важно лично для меня было и для нашей организации, в которой я работал, это не научить их, как делают ашкинозим, а научить их то, как нужно делать им. И поэтому время от времени я хазанил по сифардскому седуру, читал Тору, значит, по-сифардски, и еще очень многие разные вещи делал по-сифардски, для того, чтобы научить детей их традиции, их этим самым. Ну, и это абсолютно не противоречит никаким законам. Наоборот, закон так пишет, что если ты находишься в этой общине, в этой синагоге, значит, ты должен соответствовать. То, что ты делаешь сам, ты, конечно же, ты, конечно же, делаешь так, как ты привык, а все, что связано с общественностью, если люди видят, ты должен учить людей, ты должен показывать пример. Такая же ситуация у меня была со вторым Йомтовым. Я приехал только первый год в Баку, в Азербайджан, и... Приехал еще израильтянином. Приехал еще израильтянином, я не знал, насколько я еще остаюсь, и я позвонил своему Равину спросить, вот сейчас, да, Мросшана все равно два дня, как бы там Йомки-Пур, понятно, у всех одинаково, а вот дальше будет Сукот, как мне относиться? Он говорит, подожди, ты, если бы ты был просто гостем, это одна история, но ты Равин, ты преподаватель, значит, ты берешь и начинаешь прямо сейчас соблюдать два Йомтова. Почему? Потому что ты должен учить людей. Вот и все. Было еще интересно у нас, когда работал вообще не на Юго-Западе, там вообще был невероятный опыт. Именно на Росшана, на Йомки-Пур приходило очень много людей. И так как там есть достаточно много горских, бухарских, восточных евреев, мы думали, как сделать так, чтобы им не приходилось сидеть и молиться по седурам, по носахам, с этими мелодиями, которые незнакомы. И у нас был очень интересный такой опыт. Мы совмещали ашкинаски и сефардскую молитву. То есть, например, мы позвали трех хазанов. Один хазан сефард, один хазан ашкинас, ну, литвак, и один хазан хасид, чтобы у каждого была хотя бы одна молитва. Это было вообще очень замечательно. А в Йомки-Пур молились два хазана – ашкинасский и сефардский. То есть, повторение Амиды было по ашкинаске, а слеход на Йомки-Пура были сефардские. И было очень здорово видеть, как все сефардские молитвы и слеход, они же хором идут. И было здорово видеть, как все и сефардимы, и наши ашкинасим громко молятся сефардские слеход. Это было очень здорово, это очень было впечатляюще. И, слава богу, там, я так понимаю, что до сих пор продолжается этот обычай. То есть, появился новый обычай, который... Ну, появился экспериментальный обычай. Он очень хорошо себя показал. Дай бог, чтобы дальше... Такие обычаи были. В таких местах, да. Ну, вот это, как понимал, хороший пример, как возникают еврейские обычаи. Да. Сейчас у нас особый еврея прошел Роша-Шана, считанные дни остаются до Йомки-Пура. И что бы вы лично хотели сказать тем, кто будет смотреть нашу программу? Что пожелать? О чем, может быть, предостеречь? Ну, пожелание религиозного человека. Конечно, чтобы... В Йомки-Пур, перед Йомки-Пуром очень важный момент, когда в эти дни, особенно Всевышние, близок к людям, говорят, что вот царь вышел в поле. Есть обыкновенные дни, когда царь сидит в своем резиденции, к нему достучиться, пойти к нему очень сложно, почти невозможно. А бывают моменты, когда царь спускается к народу, узнает, у кого какие потребности, какие жалобы, кто что хочет. Вот эти дни, особенности, это время, когда бог, он спустился к народу. И если мы раскаемся, мы скажем Богу, что мы хотим вернуться к нему и оставить прежнюю жизнь, и стать религиозными, богобязнными людьми, то Всевышний обязательно примет, потому что эти дни способствуют этому. И Йомки-Пур – это уже кульминация, как бы уже человек идет весь день поститься, молиться, и к нему поставят, ставят хорошую печать. Дай Бог, чтобы всем нам поставили хорошие печати, записали нас в хорошую книгу, в книгу долголетия, в книгу богатства. И дай Бог, чтобы в этом году пришел Машех, и евреи отстроили храм, и приносили свои жертвы, и молили свои молитвы там в храме. Амэн. Амэн. И хотел бы обратиться, наверное, к любому еврею. И где бы он ни был, если он находит рядом синагогу, вне зависимости от того, кто он, какая там синагога, чтобы он пришел туда, помолился. Почему? Потому что Всевышний его ждет. И, конечно же, если он сможет совершить этот подвиг, то это будет оценено на небесах, и будет правильно все записано, и хорошо все записано, и запечатано в книге жизни. И дай Бог всем нашим евреям во всем мире найти синагогу, прийти в нее, помолиться. И дай Бог, чтобы в заслугу за это действительно пришел Машех, и Машех, и Еврея, и Амэйну, и чтобы мы все в следующий Роша наемкий пор уже отмечали в отстроенном университете. Амэн. Большое спасибо, уважаемые раввины, за то, что нашли время и возможность принять участие в нашей программе. Я напоминаю, что сегодня нашими гостями были Раф Лазар Несимов, раввин общины горских евреев Байтс-Фради, и Раф Ливиш Пендик, главный раввин города Орел. Большое спасибо. Пусть у нас у всех будет хорошая запись и печать. А команда программы «Вопросов на вопрос» прощается с вами до следующего выпуска. Литровод.